Мы продолжаем разговор, говорим сегодня о детских влюбленностях. Наш телефон 737-7310. Звоните, рассказывайте о своем опыте, как вы справлялись с влюбленностями своих детей или внуков. Может быть, вы своими воспоминаниями поделитесь, когда у вас была первая влюбленность, первая любовь. Мы перешли уже с Верой Игриевной, поскольку это вторая часть программы, мы перешли к подростковой влюбленности. Да, Вера Игриевна, что происходит в подростковой влюбленности? Все, они ничего не видят, ничего не слышат. Все, теперь при помощи мобильного телефона, смс-ки мы строчим друг другу бесконечно. Все рассказываем, что с нами. А они забывают обо всем, забывают о всем, что происходит. У них есть только один объект, это объекты их вожделения, объекты их фории. Восхищение. Да. Что ты в нем нашла? Ты посмотри, он прыщавый, да, у него такие милые прыщи. То есть, да, мало того, она никогда не смотрела раньше футбол, теперь она обожает футбол. Что ж ты смотришь? Это же футбол, ты же говорила, что там 11 идиотов бьют по ночью, что это такое? Ой, он любит футбол, какая прелесть, какое это... И не только это. Вот он в 12 лет он курит, в 12 лет он там говорит ненормативный лексик. И она принимает это. И она это принимает, мало того, она начинает тоже делать то же самое, что... Она никогда не пила пиво, а теперь ее можно увидеть с баночкой пива совершенно спокойно. А теперь еще можно с баночкой пива спокойно увидеть. Вот. Это первое. Это влюбленность. Это влюбленность как болезнь, потому что в это время она происходит. Исходят действительно в болезненных формах. И, как мы уже говорили в первой части, лечить можно либо коренным образом отрезов. Мы посмотрели клип, и там очень красиво это показали. Либо другой момент. Если им 14-15 лет, можно разрешить им отношения. Ну, какие отношения? Пусть приходят. То есть, их влюбленность и их, будем говорить, гормональную привязанность... Потому что это любовь уже... Попереводить, переводить в отношения. Она строится уже... В отношения структурированные. Которые... То есть, вы хотите, вы не можете жить друг без друга, пожалуйста. Но при этом определенные условия вы выполняете. Да, хорошо. И ваши отношения заканчиваются очень быстро. Потому что, когда ты это видишь издали, иногда, и это запретно, то да. А когда это все не запрещается, то вся эта оболочка красоты уходит. И красоты отношений уходит. Мало того, когда проводится параллель между моей семьей и им, который как-то не входит в нашу семью. И не хочет этого делать. Он себя противопоставляет. Ты сразу... Хорошо. А другой вариант возьмем. Вот он входит в семью нормально. И вот они целый день проводят вместе. И вы не уследите какой-то момент. Потому что, в общем-то, любовь строится на фундаменте. То есть, она формирующаяся сексуальности. В этом во всем я имею в виду отношения, когда это уже может закончиться браком. Нет, а если мы берем 15-летних? Вот 15-летняя. Она не видит маму. Она не хочет слышать папу. Она себя считает совершенно взрослым человеком. Он — это весь мир. Полна восхищения. Мало того, она становится ведомой. Потому что он ведущий, и она ему может потом и надоесть, кстати. Вот этого она не предполагает. Вот видите, вы сами говорите, как будто бы, говоря мне как в антитезу, а что будет? Вы сами говорите о том, что она ему надоесть. Может надоесть. Закончится этим. Да, но родителям как себя вести в этот период? Это очень тяжело. Вот это очень тяжело. Это очень тяжело. Понимаете, если они постарше, то тогда это можно развести, типа разрешить им отношения. А когда они помладше, и такая сильная, чтобы это не закончилось так, как это показано было в наших любимых отечественных мультфильмах, типа «Вам и не снилось». Вот я тоже вспомнила этот фильм «Вам и не снилось». То есть если это не перешло... Либо «Ромео и Джульетты». Хотя идет спор между психологами о том, психологами-философами о том, что же это было? Это любовь. Ради любви нужно умирать. Это влюбленность. Ради любви надо жить. А умирают от перенаполнения крови горбональной. Им же кажется, как и в этом клипе, что весь мир против них какой-то. Нас не понимают. Нашу любовь не принимают. Нас не понимают. Мы одинокие. И от одиночества и происходят многие суицидальные. У меня была ситуация в подъезде. Девочка встречалась с молодым человеком. Они были действительно юны. И когда она сказала, что она теперь влюбилась... Это в детском саду легко Машу на Дашу. И Даша остается жива. А тут она сообщила о том, что у нее появился другой молодой человек. И мы потом с прискорбием узнали, что юноша покончил жизнь самоубийством. То есть он не мыслил. Он год приходил. Ну да, в данном случае родителям нужно быть очень внимательным. Потому что если вот такой момент заканчивается, и девочка или мальчик пытаются совершить суицид, то буквально через 5-6 лет, когда у них сформировывается уже настоящее чувство любви, любви, понимаете, не влюбленности, поддерживаемой гормонально, а любви, любви спокойной, любви, которая зиждется на взаимоотношениях и на притяжениях, и на том, что нужно, любовь это что, ты отдаешь все, не чувствуя, не требуя ничего в обмен. Эта же любовь все время обменивается чем-то. То здесь и тогда, когда вы доведете до этого возраста, боже мой, вот шрамы остались на руках, какая я была дура, и зачем я туда лезла, и зачем мне это нужно было, это до этого дойдет, и это так и будет. Но какие-то в годы нужно быть очень внимательными родителями, очень мягкими, настойчивыми, не противопоставлять его или ее, какая она, не дай бог, не говорить, какая она плохая, какая у нее семья и все остальное. Не пытаясь за счет этого отбить желание, не отобьете желание. Нет, только желание будет возрастать и возрастать. Но вот это вот желание, которое оно здесь и подкрепляется, я говорю несколько раз, гормонально, оно зиждется на целом ряде действительно физиологических моментов. У нас в организме начинают работать активно... Вот теперь как биохимика расскажите мне, пожалуйста. Как биолог, да. Ну вы как биолог, но я имею в виду с моей химической точки зрения, что такое любовь? Любовь... Ну будем говорить... Мы говорим о том, что любовь зарождается в сердце, да? Ну и переходит она на нижний этаж, да? Но, к сожалению или к счастью, любовь зарождается немного выше. Она зарождается в головном мозге. Она зарождается через безусловные рефлексы, которые начинают возбуждаться чувствами, запахом, взглядом, цветом. Далее возбуждаются части головного мозга. И там начинают выделяться гормоны. Вот, например, такой гормон, как этилфениламин. Он зарождается в таких количествах, мизерных количествах. И он очень недолго держится в нашем организме. Но организм к нему привыкает очень быстро. И именно он является вот этим вот зародителем эйфории. Этот гормон выпрыскивается в кровь. Далее он движется по крови в почке. И надпочечники выдают другие гормоны, которые влияют на уже на половые органы. Но вот этот вот гормон, фенилэтиламин, он вырабатывается достаточно короткое время. И заканчивается тем, что организм привыкает к вот этому состоянию эйфории. А когда организм привыкает к состоянию эйфории, психологически этот объект становится привычным. И все. Но а если этот друг... И он держится в организме вот этой вот эйфории где-то в пределах двух-четырех лет. И все. Ну, в таком вот этих отношениях. Начало отношений. Далее он подкрепляется другим гормоном, тоже выделяемым в головном мозге. Ацетамин. Он выделяется и выделяется... Но это уже гормон, который дает нам возможность размеренной, длительной, будем говорить, мягкой возбудимости. И вот он поддерживает длительную, спокойную любовь. Вот ту любовь, о которой мы говорим, что жили они долго и умерли в один день. Вот это вот тот гормон. Да, в основе все равно лежат гормоны. Да, психологически, социально люди женятся. Они сначала буйные эмоции, да, буйные гормональные вспышки. Понятно, а потом уже... Далее, далее, и оно переходит в привязанность. Веревна, хорошо, до жениться. Почему у мальчиков очень часто бывает тяготение к женщинам взрослея? Не у всех мальчиков предположено. Но бывает, но бывает, так что они влюбляются в своих учительниц. Молодая учительница, и очень часто мы знаем такие примеры. Да, это мы знаем, эти примеры. Но почему? Потому что она все умеет. Она умеет вовремя сказать. Она умеет вовремя посмотреть. Она умеет... Она умеет. И она... Она и недосягаема. А вот это самое главное. То есть это некий эталон, да? Недосягаема, да. Да, бывает, конечно, что заканчивается это браком, но это единицы. Но вообще эта любовь, она скорее платоническая. Потому что у нормального человека, у нормального преподавателя стоит очень строгая табу. Ученик — это ученик. Ну, бывают всякие. Вы сами сказали. Не, ну я же говорю, что бывает. Но табу стоит. Подводя, хотя об этом можно говорить, наверное, еще часто говоря, о подростковой любви. Самое важное, если вы научились ребенком говорить, опять-таки я свою параллель все время провожу в 5 лет, в 10 лет, то в 15... Если вы научились его слушать в этом возрасте, то тогда и в 15 лет он вас тоже услышит какие-то ваши... Причем говорить не только о любви, и о любви в том же числе. И о любви в том же числе, да. Это то, о чем мы говорим, по большому счету, в каждой передаче. Да. Любовь входит именно в этот разряд тоже. Мы смотрим еще один фрагмент, потом обсудим его. Можно всю жизнь что-то планировать, но однажды может произойти событие, которое изменит всю твою жизнь. Это была рука судьбы. Судьбу изобрели люди, которые не могут смириться с тем, что все происходит случайно. Но как ты объяснишь то, что вы заказали почти одинаковые сэндвичи? В мире не так много людей, которые любят сэндвичи с салатом и помидорами, без чего-нибудь еще, например, без тунца. Да, это был не знак, это было совпадение. Я была со своими родителями в Атлантик-Сити. Клифф работал там официантом, он не должен был в тот день работать. Что, если бы он не вышел? Он пригласил меня прогуляться по стальному пирсу. Я, наверное, миллион раз тебе об этом рассказывала, но мне все равно. Он взял мои руки в свои, и в какой-то момент я опустила глаза и не смогла разобрать, где его пальцы, а где мои. И я почувствовала. Что? Ты знаешь. Что? Волшебство. Это было волшебство. Волшебство. И я поняла, что мы никогда не расстанемся, и все будет прекрасно. Прямо как ты все это почувствовала с Уолтером. Вот замечательный разговор мамы и дочери. Дочка, которая еще не знает, она еще не почувствовала этого волшебства, она собирается замуж, и она как бы примеряет, да, вот салат вместе, вот еще что-то. Она уговаривает себя, и мама, которая почувствовала это волшебство, но достаточно доверительный все-таки и правильный разговор мамы и дочери. Вот когда дочери выходят замуж в разном возрасте, потому что в какой-то момент вы ничего не можете сделать. Но факт в том, что, смотрите, какой мягкий разговор, и как она интересно показывает дочери отсутствие чувства у дочери. Да мама этого не хочет. Ну, мы же знаем фабулу этого фильма, и мы знаем, что это один из, будем говорить, лучших фильмов, романтических фильмов о любви. Но мама не хочет этого, она видит, что дочь влюблена, она видит эйфорию, а у нее все хорошо, у нее все прекрасно, у дочери было, по ее мнению. А тут мама задает, было волшебство, почти как у тебя, а у нее этого нет. Да, она и переспрашивает, что бы, она, во-первых, не находит этого слова. Она не напоминает. Что это, да. Волшебство. Вот часто наши дети вот так выходят замуж. То есть они подгоняют ситуацию. Они рисуют. Под слова. Ну, это естественно, да, это естественно, о любви так много говорится, что мы, в принципе, мы знаем, мы свои какие-то чувства, к ним приклеиваем вот эти вот ярлыки, эти слова, и мы считаем, что мы влюбились. А когда, а дальше, а дальше начинается, когда это все состояние влюбленности проходит, мы через четыре года и расстаемся. А это первый пик разводов. В результате первых. В результате рассмотрения и снятия розовых очков. А здесь мама мягко-мягко, даже не понимая, что она сделала, она мягко-мягко эти очки подбелила. Она убрала розовость, и у героини, она хорошо играет, мы крайны, видно по лицу, как она в недоумении. У меня такого не было, у меня нет такого опыта, мама. Я тебе завидую. Вера Игоревна, но, опять-таки, и в этом же фильме, в том числе, эта тема тоже рассматривается, запрос семьи. А запрос семьи, он прослеживается и от маленького возраста, да, откуда этот мальчик, посмотри, кто его мама, да. У него ненормальная мама, я слышу, да. В школе тоже, боже мой, что это за семья такая странная. И то же самое, когда девочка выходит замуж, или 15 лет, или потом, когда выходит замуж, запрос семьи. Я буду подходить, я понравлюсь твоим родителям. Да, я отвечаю запросам твоих родителей. Я отвечаю запросам твоих родителей. Да, но они в тебя влюбятся. Да, действительно, запросы семьи тоже играют определенную роль. Мы все хотим, чтобы наши невестки и зятья были идеальными, и чтобы они наших детей любили так в идеале, как бы мы хотели, чтобы любили наши недовоспитанные мужья или жены. Но, но это все, все опять же зависит от вас. И второе, и сюда под текстом, да, я не такого тебе хотела, я не так, я не такого мечтала для тебя, да. Да, это мне такое. Вот это еще тоже фраза, которую мы часто, или я не о такой невестке мечтала, я не мечтала о такой. Я не хотела такую невестку, мой сын не такой, чтобы заслуживал лучшего. Да. Мой сын, а чего лучшего? Он любит ее, она любит его. Они создали семью и живут уже лет пять. То есть это моменты родительского смирения? Это, да, наверное, надо смириться. Наверное, надо смириться. И, наверное, надо ждать и мягко помогать. Помогать в том, чего вам не нравится. Но я повторю еще раз и буду повторять все время. Это нужно делать мягко, тонко, не так, как это сделали в фильме «Веселые ребята». Я сделаю это тонко, да? Нет, нужно это делать действительно тонко. Так, чтобы ваши дети слушали вас и слышали вас, а не становились против вас на дыбы. Вот то, о чем вы говорите, очень интересно описано в «Любви и предубеждении». В «Гордости и предубеждении». Да, да, да. Это тоже еще один очень интересный фильм для 14 февраля, для «Дня влюбленных». И там вот в этой вот укладной Англии разные слои общества, несмотря на то, что одна семья была очень важной персоной, будем говорить, в своем округе, а вторая семья более богатая, но она была тоже очень важна в своем округе. как вот эти вот нестыковки влияют на любовь и на влюбленность. Ирина, вы когда влюбились первый раз? Ну, я не помню, я знаю все, я знаю. Я первый раз влюбилась в седьмом классе. В седьмом классе? Да. А вы помните в кого? Конечно, помню в Маяковского. Ага, ага. Да, то есть это была влюбленность в героя. Ну, да, я всегда увлекалась Львом Кассилем, а у него есть такое произведение «Маяковский сам». И он там так красиво писал его, что я некоторое время была влюблена в Маяковского как в мужчину. Мне тогда так казалось, и я мало увлекалась его поэзией, но вот мне почему-то нравилось именно... И я бы начитала... Ну, я читала Кассилем. Вера Игоревна, и таким образом все молодые люди, которые потом, они должны были как-то походить... Да, они должны были быть высокими, стройными и лысыми. У меня и муж лыс. Понятно. Как мама приняла эту вашу влюбленность или она осталась втайне у вас? Это было втайне, я сама как поняла, я это осознала уже попозже. Как-то я изучала вот эту вот схему любви и всего остального, любовь, платоническую любовь в звезд или платоническую влюбленность в учителей. И я поняла, что у меня это было, потому что это было очень приятное, очень мягкое и нежное чувство вот в такому вот абстрактному герою. Ну, это очень хорошо, что у вас это так произошло. Ну, да. Гораздо более минное поле, когда влюбляются в ныне существующих и здравствующих певцов или там актеров. И тогда начинается некое сумасшествие, которое превращается, да, еще в фан-клубы или, так сказать, преследование и так далее. А это иногда... То есть это не так часто, но это бывает тоже очень-очень фатально для судьбы. Это бывает фатальным, да, конечно, но бывает и благополучным. Я знаю, ну, из этой желтой прессы мы все, женщины, это любим, что несколько наших звезд, они женились и выходили замуж за своих поклонников. Да, ну, а некоторые просто от них не имеют покоя и ненавидят их лютой неговисти, видимо. Это само собой. Это еще одна граница. Это еще одна. К чему я спросила вас не просто любопытство? К тому, что, вот видите, у вас была любовь, а мама ваша об этом не знает. Поэтому, милые родители, у ваших детей потребность любить есть. И, может быть, они свою вот эту любовь, стесняясь, прячут. Вот как Вера Игоревна спрятала Маякопского, но маме нечего было это особенно опасаться, но и маме опасаться нечего было. Но точно так же можно спрятать в этом возрасте и какую-то другую любовь и остаться наедине со своим болезненным состоянием. И понятно, что здесь опять же, вот мы опять уже третий раз говорим, разговаривайте, разговаривайте обо всем, ищите, чувствуйте своего ребенка, разговаривайте с ребенком на его языке, на его языке, ему понятном языке. Не такими какими-то вычитанными четкими фразами ваших родственников, которых вы считаете не очень успешными, но там фразы были четкие, фразы такие давящие. Не надо, разговаривайте по-своему, неумело, мягко. Искренне, главное искренне. Главное искренне, потому что они должны, они знают, они чувствуют, когда эта искренность в нас есть. Ну и идеальный вариант, конечно, если ребенок растет в любящей семье. Да. А вот какой совет, если мама одна растет ребенка? Какой совет такой маме? Как ей говорить о любви? Маме говорить о любви тоже может быть, потому что можно, и очень серьезно можно. Потому что есть дети, которые задают вопрос по поводу того, где папа. Ну даже знают, что папы нет, папа там летчик или папа живет в другой семье. Но девочки очень часто бывают жестокими. Они говорят, что ты знаешь про любовь, если у тебя не сложилась. У тебя не сложилась эта любовь. Маме нужно всегда иметь рядом с собой мужчину, не обязательно в форме какого-то визитера. Будем говорить прямым языком любовника, о котором знает ребенок. Ну а маме обязательно, и он, наверное, есть почти у каждой женщины, есть душевный друг. Есть друг, есть брат, есть папа, есть друг мамы, бабушки. Есть человек, который часто бывает, мужчина в вашем доме. И вот закрутить вот такую вот интригу любовную, я имею в виду разговор, вот в этом контексте, конечно, можно. Конечно, можно. Потому что мы говорим сугубо о любви мужчины и женщины. А любовь же нам многогранна и многофункциональна. Одно слово «любовь», а это любовь к ребенку, любовь к семье, к матери, к родине, любовь к самому себе. Это роман, который длится вечно. Да, это навсегда. И если вы себя не любите, то тогда не будет у вас хорошей семьи. И выбор ваш, если вы любите себя, то и выбор ваш будет удачный. Значит, у вас будет счастливое местоимение «мы», а если у вас будет счастливое местоимение «мы», будут счастливы ваши дети в лучах вашей гармонии семейной, будут довольны ваши родители, потому что им от света, от вашей любви достанется. Но главное, это первая любовь к себе, и это не эгоизм. Вера Игоревна, одна минута до финала. Что, собственно говоря, мы, собственно говоря, все сказали, но вдруг вам есть еще что. Мне очень понравилась такая фраза, это не моя фраза. Любовь – это когда нашего сына мы можем называть наш сын, не только когда он хорошо себя ведет, но и когда он ведет себя плохо. Замечательная фраза. Ну, то, о чем мы говорим уже семь лет с вами. Я закончу тем, что если вы будете, разговаривая с ребенком в разном-разном возрасте, начиная с пяти лет любви, и в десять, и в пятнадцать, и в двадцать, и в двадцать, и в тридцать, лозунг, наверное, один, вот, наверное, очень точный, что влечение души порождает дружбу, а влечение ума порождает уважение, а влечение тела порождает желание. И только втроем они порождают ту самую любовь, которую хочется пронести через всю жизнь. И в заключении мы сейчас покажем вам замечательный, покажем, сонет Шекспира, треверзиевский. И вы посмотрите, пожалуйста, планы, это наши одесситы, и вы увидите очень много, может быть, знакомых, и в финале замечательную пару, которая таки точно пронесла любовь через всю жизнь. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для мноя глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом Всю душу выставляет на показ Тебя встречал я песней, как привет Когда любовь была нова для нас Так соловей поет полночный час весной Весной, весной, весной Но песню забывает лето Ночь не лишится плелести своей Когда его мог излиять Но музыка, звуча со всех ветвей Обычный став Обычный став Обычный став Теряй, обаянь И я Умок Подобно соловью Своё пропев И больше не пою Люблю, люблю Люблю, люблю Но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глав. Субтитры создавал DimaTorzok